Силы специальных операций. Мобильное, отлично экипированное, технически оснащенное структурное подразделение Министерства обороны Российской Федерации. Предназначены для выполнения специальных задач в целях защиты интересов России как в мирное, так и в военное время, как внутри страны, так и за рубежом. Силы специальных операций находятся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению по боевому предназначению. Что особенного в этих людях? Вежливые, непобедимые – наши. Есть профессия, в основе которой готовность пожертвовать собой ради других. Профессия, в которой чувство локтя – не пустой звук. Только лучшие из лучших попадают в состав сил специальных операций. Кандидаты проходят испытания, в результате которых выясняется, способен ли человек выдержать и не отступить перед самыми сложными задачами. Тяжело в учении, легко в бою. За это, знакомой с детства каждому формулой, стоит огромный труд. Важнейшим фактором является боевое слаживание коллектива. С одной стороны, абсолютная дисциплина, безоговорочное следование за командиром. С другой, умение принимать самостоятельные решения индивидуально каждым бойцом. Физическая подготовка – необходимый фактор обучения специалиста. Ежедневные занятия становятся образом жизни. Воин должен иметь абсолютную реакцию в любых ситуациях и обладать предельной выдержкой и выносливостью. И менее важным является умение работать с самыми современными видами вооружений. Это требует постоянного повышения интеллектуального уровня каждого специалиста. Работа в коллективе, в паре, в составе группы требует идеального взаимодействия. Умение буквально понимать боевых товарищей без слов. Тренировками доводится до автоматизма каждое движение. Также каждый бой должен уметь действовать интуитивно. Не только знать свой маневр, но и предугадывать действия противника. Современные средства разведки, наблюдения, связи требуют обширных знаний в области электронных и компьютерных технологий. Тренажеры с использованием новейшей электроники позволяют специалистам ССО в условиях, максимально приближенных к боевым, оттачивать мастерство и повышать профессионализм. Выполнение боевых задач в разных регионах мира требует знания языка страны пребывания, культуры, народных обычаев. Быть в контакте с местным населением – это один из важных факторов получения и реализации добытой информации. Огромное внимание уделяется агентурной, оперативной и тактико-специальной подготовкам. Специалисты ССО должны в совершенстве знать основы тактики и стратегии современной войны. Ежедневные тренировки, кропотливый труд, постоянная готовность. Ради чего? Ради того, чтобы в любой момент выполнить боевую задачу максимально четко, эффективно, оперативно и творчески. Прямо сейчас, в экстремальных условиях войны с боевиками из радикальных группировок на территории ряда стран, силы специальных операций осуществляют непосредственную работу в самых горячих точках планеты. Российские вооруженные силы приглашены законными властями Сирии. Лучше остановить террористов здесь, чем ждать их в России, в Калининграде и Владивостоке, в Сочи и Мурманске. Это геополитический конфликт и подразделение сил специальных операций на самом острие этого противостояния. Навыки, приобретенные во время тренировок, находят применение в боевых условиях, оттачивается умение, повышается профессионализм. Россия возвращается в большую историю. Там, где солдаты России, там мир, спокойствие и справедливость. В любой момент, в любой точке планеты. История человечества. 20 веков культуры смотрят на русских воинов с надеждой, благодарностью и уважением. Ежегодно, 27 февраля, в России отмечается День сил специальных операций Вооруженных сил России. Этот памятный день установлен указом президента Российской Федерации в 2015 году. Редактор субтитров А.Семкин